Всем привет. Йоханнесбург, самый крупный по численности жителей город Вюар, центр самой богатой провинции Гаутенг. Местные жители называют его Ябург, Йози и Яголе. Население муниципалитета на 2019 год составляет 5,635-127 жителей, а всей агломерации – 8 миллионов. Человек. Однако, если считать с окрестностями метрополии, население превышает 10,5 миллионов жителей. Территория, подчиненная городу, достаточно большая. К Йоханнесбургу на юго-западе непосредственно примыкает город Суэта, в котором сосредоточено большое количество мигрантов и сезонных рабочих. В 2000 году из города Йоханнесбург и окружающих его территорий была сформирована новая административная единица – городской округ Йоханнесбург. В Йоханнесбурге расположен Конституционный суд ЮАР. В 2002 году в городе состоялась встреча на высшем уровне по вопросам устойчивого развития. Йоханнесбург – центр широкомасштабной торговли золотом и алмазами, которые добывают в окрестных горах. В древности территорию нынешнего Йоханнесбурга населяли племена охотников и собирателей, относившихся к капоидной расе. В XIII веке началось проникновение в эти земли племен Банту, сопровождавшиеся уничтожением коренных жителей. К середине XVIII века бушмены были окончательно истреблены. Захватившие территорию племена Сато-Цвана строили небольшие города с глинобитными домами и каменными административными и религиозными постройками, занимались земледелием и скотоводством, выплавляли железо. В начале XIX века воинственные зулусские племена, обитавшие на побережье в районе нынешнего Дурбана, начали экспансию вглубь материка. Вторжение зулусов, зачастую сопровождавшееся захватом молодых женщин, покоренных народов и поголовным уничтожением всех остальных, поставили Сато-Цвана на грань уничтожения. Сложившаяся ситуация помогла двигавшимся на север бурам закрепиться в ветвотерсранде, поскольку видевшие в бурах единственное спасение от зулусов местные жители предоставляли им продовольствие и проводников. Со временем, однако, отношения буров и Сато-Цвана существенно ухудшились, в первую очередь из-за угонов скота и земельных споров. История города берет начало с 1886 года. Когда австралийский золотоискатель Дж. Харрисон нашел золото на территории поместья Ланглахте. Последовавший за этим поток золотоискателей в данный район Южной Африки и его хаотичная застройка заставили власти страны принять решение о строительстве города. Он и был назван в честь первых архитекторов, Йохана Рисика и Йохана Юберта. В конце Ксиксго века Йоханнесбург был городом золотоискателей, в котором проживали шахтеры со всех уголков земли, китайские рабочие, негры, занятые на неквалифицированных работах, еврейские и армянские торговцы, огромное количество проституток всех цветов и оттенков, бандиты, обедневшие буры и даже индийцы, бежавшие с плантации сахарного тростника вокруг Дурбана, куда они вербовались в Индии на 25 лет. Все это придавало городу неповторимый колорит. Множество терриконов, памятники разработки золотоносных пресков, придают пригородам вид огромной строительной площадки. Многие улицы и поныне сохранили названия находившихся здесь ранее шахт. Йоханнесбург, 1896 год. Возраставшее экономическое значение Йоханнесбурга привлекло внимание британцев. В конце 1895 года британские власти Капской колонии, оккупированной англичанами еще в начале Ксиксго века, организовали провокацию, известную как Рейд Джеймсона, целью которой был захват района золотых пресков вокруг города. После ее провала отношения буров и англичан стремительно обострялись, пока наконец в ходе Второй англо-бурской войны независимые бурские республики не были завоеваны Британской империей. С 1930-х в городе началось бурное строительство, подстегнутое общим экономическим ростом в ЮАР. В конце 1940-х и начале 1950-х началось строительство первых африканских небоскребов в престижном районе Хилброу. В 1950-х и начале 1960-х годов для проживания чернокожего населения был сооружен огромный жилой массив суэта на юго-западе города. Новые автострады способствовали массовой пригородной застройке к северу от города. В конце 1960-х и начале 1970-х годов огромные офисные башни, такие как Карлтон-Центр, сформировали горизонт центрального делового района. Падение режима белого меньшинства в ЮАР не привело, в отличие от Радезии, к полной экономической и социальной катастрофе, тем не менее, как и вся страна, Йоханнесбург пережил экономический спад и резкий рост преступности и антисанитарии. Центральный деловой район города был фактически заброшен, многочисленные небоскребы были населены бездомными, бандитами и наркоманами. Район Хилброу, застроенный престижными жилыми высотками, превратился в подобие Магадиши или Хараря. Частично эта ситуация сохраняется до настоящего времени, хотя властями и предпринимаются значительные меры по оздоровлению обстановки. Фокус экономической активности города сместился на север, в населенный Белыми район Сентом. В 2010 году на двух стадионах города, Сокер-Сити и Кока-Кола-Парк, прошли матчи чемпионата мира по футболу. Физико-географическая характеристика. Йоханнесбург расположен на плато, известном как Высокий Велт, на высоте 1753 метра над уровнем моря. Север и запад города, холмисты, восточная часть представляют собой относительно плоскую территорию. Климат города характеризуется как морской. В классификации Кёпина, КВБ, и имеет выраженные зимние месяцы с ясной и прохладной погодой и летние, влажные и теплые. Практически все осадки в городе выпадают с октября по апрель. Среднегодовой уровень осадков составляет 713 миллиметров. Самый теплый месяц, январь, самый холодный, июнь. Зимой средний минимум в городе примерно составляет 4 градуса, часто заморозки, а реже фиксируются небольшие морозы. Снег бывает очень редко, поскольку зимой практически отсутствуют осадки. Снегопад последний раз был 7 августа 2012 года. Средняя продолжительность солнечного сияния за год составляет 3124,4 часа, при этом без существенных изменений по месяцам. Климат, янф, фэф, март, апр, май, июнь, июль, авг, сен, окт, наяб, дек, год. Абсолютный максимум Си, 33,7, 33,5, 31,7, 29,3, 28,0, 24,1, 24,4, 26,6, 31,7, 34,1, 33,6, 32,3, 34,1, средний максимум Си, 25,6, 25,3, 24,1, 21,9, 19,4, 16,9, 17,0, 19,7, 23,3, 24,3, 24,7, 25,3, 22,3. Средняя температура Си, 19,7, 19,4, 18,3, 15,9, 13,1, 10,3, 10,2, 12,8, 16,2, 17,5, 18,4, 19,4, 19,2, 15,9, средний минимум Си, 15,2, 14,9, 13,7, 11,1, 7,9, 4,9, 4,6, 7,1, 10,1, 11,1, 11,9, 13,2, 14,4, 10,8, абсолютный минимум Си, 6,0, 8,9, 4,2, 0,6, 3,5, 7,5, 3,2, 2, 2,4, 0,2, 4,1, на десятые, 7, норма осадков мм, 135, 100, 103, 38, 16, 12, 3, 7, 23, 80, 103, 129, 749. По предварительным подсчетам на 2019 год население города составляет 5 миллионов 635 тысяч 127 человек. Именно в Йоханнесбурге наглядно ощущается этническое многообразие ЮАР. По данным переписи 2001 года темнокожее население составляет 73% населения города, белые – 16%, цветные Южной Африки – 6%, азиаты – 4%. 42% населения Йоханнесбурга в возрасте до 24 лет, 6% населения – в возрасте старше 60 лет. Уровень безработицы составляет 37%, при этом 91% от всех безработных чернокожие. Необходимо учесть, что основные демографические тенденции ЮАР – снижение численности белых за счет их выезда из страны и рост численности негров. Преимущественно за счет миграции извне, высокая рождаемость чернокожего населения внутри ЮАР практически полностью компенсируется бушующей среди него эпидемией СПИДа. Таким образом, в настоящее время численность белого населения ниже, от черного, выше данных переписи. По данным переписи 2001 года, для 37,1% населения Йоханнесбурга родным языком является английский. 17,3% говорят на Зулу. 16% на Африканс. 5,7% на Сато. 23,9% на других языках. Около 29% населения окончили старшую школу, 14% имеют высшее образование. Доля неграмотных составляет около 7%, около 15% населения имеют лишь начальное образование. Окрестности. Пригороды Йоханнесбурга являются результатом разрастания более крупных городов и разделены на север, юг, восток и запад. Внутренние городские здания были сданы в аренду малообеспеченным слоям населения и нелегальным иммигрантам, и в результате заброшенные здания и преступность стали характерной чертой городской жизни. Пригороды к югу от города, это, в основном, кварталы синих воротничков и расположены ближе к некоторым поселкам. Большой Йоханнесбург состоит из более чем 500 пригородов на площади более 200 квадратных миль. Хотя чернокожих африканцев можно встретить по всему Йоханнесбургу и его окрестностям, Большой Йоханнесбург остается сильно сегрегированным в расовом отношении. Экономика. Йоханнесбург, крупнейший экономический и финансовый центр ЮАР, производящий 16% от всего ВВП страны. Добывающая промышленность, бывшая некогда основой экономики этого региона, постепенно теряет свое значение. Несмотря на то, что в пределах города сегодня не ведется добыча золота, в Йоханнесбурге размещаются штаб-квартиры многих горнодобывающих компаний, в том числе, Голдфилдс. Все большее значение для экономики города имеют сфера услуг и производственные отрасли. Имеют место различные отрасли промышленности, особенно важную роль играет производство стали и цемента. Непроизводственная сфера включает такие сектора, как банковское дело, информационные технологии, транспорт, недвижимость, СМИ и другие. Транспорт. Городской микроавтобус. Основной вид транспорта в городе – автомобиль. Внутри города существует сеть автострад N. Общественный транспорт развит недостаточно. В основном он представлен микроавтобусами, также существует городской автобус Метабас архивная копия от 11 февраля 2005 года на Вайбак Мощин. Помимо этого, в городе существует сеть скоростных автобусов Риавае-Н. Рельсовый транспорт представлен пригородными поездами Метро Рейл-Н, которые проходят через центр города и соединяют Йоханнесбург с Приторией, Сауэта, Рандфонтейном и другими городами Гаотинга. Центральный узел системы – станция Парк-Эн. От нее же отходят поезда дальнего следования в Кейптаун, Дурбан, Порт-Элизабет и Ист-Лондон. Также существует скоростной пригородный поезд Гатрайн-Эн, состоящий из двух линий длинной 80 километров и 10 станций. Гатрайн соединяет центр Йоханнесбурга. Станцию Парк-Эн с Сент-Тоном-Эн, Приторией и аэропортом. Система была открыта в 2010 году к Чемпионату мира по футболу. Крупнейший аэропорт, расположенный недалеко от Йоханнесбурга, Международный аэропорт имени А.Р. Тамба. Это главный аэропорт, обслуживающий внутренние и международные рейсы ЮАР, а также самый загруженный аэропорт Африки. Другой, расположенный неподалеку от города аэропорт, имеет название Большой Центральный Аэропорт. Туризм. Центр города застроен небоскребами, в которых размещены офисы крупнейших банков, национальных промышленных компаний, транснациональных корпораций, фондовая биржа, крупные отели и тому подобное. А районы Хилбру и Берёя вошли в список самых криминальных городских районов в мире. Центон является крупнейшим культурно-коммерческим центром страны. Особое внимание привлекает гостинично-торговый центр Центон-Сан с фешенебельными номерами, разветвленной сетью ресторанов и эксклюзивными бутиками. Район Суэта знаменит как основная арена борьбы чернокожего населения с режимом апартеида. Здесь в местечке Клиптаун была подписана Хартия Свободы и долгое время проживал Нельсон Мандела. Парк аттракционов Голд Риф Сити в районе закрытых золотых шахт позволяет окунуться в атмосферу эпохи золотой лихорадки, когда город только строился. Здесь возможно спуститься в настоящую шахту на глубину 270 метров, и посмотреть процесс плавки золота. Колыбель человечества – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Он располагается в 25 километрах на северо-запад от города. Пещеры Стиркфонтейн знамениты тем, что являются крупнейшим захоронением гоминид, там найден первый взрослый австралопитек африканский и первый почти полный скелет представителя Астрейлоу Питаса-НН. Другие достопримечательности – туристическая деревня Лесиди. Хартбеспурская дамба Энн и Моголесбург – популярные места отдыха жителей города. Музей происхождения человечества содержит большую экспозицию, посвященную эволюции человека в Африке, а также богатую коллекцию наскального искусства. Культурные события. С 14 по 20 ноября 2011 года в Йоханнесбурге проходили четвертые международные молодежные Дельфийские игры и Дельфийский всемирный культурный форум. Англ. Дельфик World Cultural Forum. Основное место проведения игр и форума – Музей Африка. Президент Международного Дельфийского совета. МДС. Девина Баутиста и генеральный секретарь МДС Кристиан Кирш выступали на торжественных церемониях открытия и закрытия четверых молодежных Дельфийских игр и во время Дельфийского всемирного культурного форума в Музее Африка. Спорт. В 2010 году Йоханнесбург принимал чемпионат мира по футболу. Матчи в Йоханнесбурге проходили на двух стадионах – Сокер-Сити и Элис-Парк. Также в городе базируется один из самых известных клубов ЮАР Орландо Парец. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.